Девушки отдыхают Получи 10 подарочных спин-офф от Lota.ru1.tv Просто назови в чате поддержки кодовое слово «Везунчик» и крути барабаны за наш счет! Кажется, у него проблемы. Его сбили с ног. Поверить не могу. Этот парень сделал его! КОНЕЦ Опусти пистолет! У него пистолет! На пол! Живо! Шевелитесь, мать вашу! Быстро! Живо, я сказал, на пол! Чего уставился? Руки за голову! Заткнись! На пол, быстро, на пол! Шевелись, живо! У нас мало времени, ну же, иди сюда, давай, быстро! Давай! Давай, иди сюда! Иди сюда, сказал! А ну, пошел туда! Двигай, а не то башку снесу! Давай, двигай, двигай! Быстро, быстро! Где твоя мать? Быстро! Упала на пол! Давай на пол! Руки за голову, и все будут живы-здоровы! 1.25, у нас ограбление банка. 1.25. Всем! Руки вверх! Ну, как там дела? Давай поторопливаться! Дело не в вашей работе! Дело не в вашей работе! Дело не в вашей работе, а в кредите. Здесь сказано, что ваш дом был заложен, сейчас проверяю, в 2009 году, к тому же Эмили, вы ведь Эмили, верно? Да, Эмили. В любом случае, Эмили, вы только что вернулись к работе. Здесь сказано, что у вас были проблемы с оплатой и студенческих займов. Как раз потому, что я была безработна. Послушайте, я всё понимаю. Мы знаем, что вы ни при чём, но с таким низким кредитным рейтингом я ничем не могу вам помочь. Всего доброго. Свяжись с криминалистом. Срочно, никому не сойдёт с рук убийство нашего копа. Кто-то жёстко за это поплатится. Детектив Ли. Как там ваш офицер? С ним всё будет в порядке, Миллер, раз уж ФБР взялось за дело. Первые три ограбления они нападали на кассиров. В этот раз сразу вскрыли сейф. Они наглеют и нарушают собственные правила. Гражданского опознали. Он был вооружён, пытался подстрелить двоих преступников. Второй скрылся, стрелял в нашего офицера на парковке. Перед тем, как скрыться, ранил нашего офицера. Благодаря гражданскому первый преступник убит на месте. Дорогой сыной. Что известно о подозреваемом? Личность не установлена, пока ничего нет, но скоро будет. Нужно больше информации, как можно быстрее. Откуда он, послужной список, знакомства. Быстрее опознаем, быстрее схватим его подельника, пока они не ограбили ещё кого-то. Джонни. Джонни Томпсон. Недавно вернулся. Да, я думаю, зайду, поболтаю с любимым тренером. Проходи, конечно. Я скоро спать собирался. Выпьешь чего-нибудь? Пиво есть? Я старый холостяк, и ты меня ещё спрашиваешь. И ещё тренируете? Пока не умру. В основном боксёров. Последний мой бой видели? Ну, конечно. Прямой эфир из Вегаса. Не мог пропустить. Пришёл просить об одолжении. Хочу снова у вас тренироваться. Мне предстоит серьёзный бой. Биггман. И призовые отличные. А что случилось с тренером из Вегаса? Ушёл от него. Из-за последнего боя? Отчасти. Господи, Джонни. Да ты единственный, кто виноват в поражении. Ты медленно двигался. Удары были непоследовательные. Выглядел так, как любитель. Я... Ну что ж. Поэтому я здесь. Этот снимок сделан незадолго до его смерти. Знаете, вы видели меня почти как отец. Твой отец был хорошим человеком. Просто не устоял перед искушением. Ограбление банков – опасное занятие, Джонни. Так же, как и борьба. Приходи в зал с утра пораньше. Семь утра. Спасибо за пиво. Джонни. Не заставляй меня пожалеть об этом. Мы договорились, что ты приводишь девчонок и получаешь 40% от заработка. Ты не слушал меня. Я совсем не это сказал. Есть издержки. И кто, по-твоему, проверяет, приносит ли девочке доход? Ты только даёшь указания, а кто-то берёт всё на себя. Я больше всех рискую, так что не капай мне на мозги. У меня ещё куча других дел. И будь добр. Возьми трубку, когда я перезвоню. Придурок. Какого чёрта у вас произошло? Вас в новостях по всем каналам показывают. Много времени потратили. Брэд на месте решил взломать сейф. Какой-то мужик застрелил его. Отлично. Похоже, вы взяли всю партию. Сегодня всё прошло не по плану. Возможно, стоит всегда начинать с сейфа. Сколько человек нужно для этой работы? Хотя бы три. Двое внутри, один водитель, а вообще лучше четверо. У меня есть один знакомый. Джонни Томпсон. Джонни Томпсон вернулся? Приехал из Вегаса. Снова здесь тренируется. Чёрт возьми. Думаешь, согласится? Это у него в крови. Хотя я не знаю. Он был бы отличным напарником. Он умный, сильный, бесстрашный. Ладно, я сверусь с Джонни, но нам всё равно ещё нужен водитель. Как насчёт того паренька? Ну, он работал с нами раньше. Ну, тот, что работает со своим отцом в автомастерской. А, Брэндон. Да, у парня есть нужные навыки. Он обожает опасность. Он сумасшедший. Скорее всего, согласится. Вот уже и трое. Пока что достаточно. Допустим, мы будем взламывать сейфы. Увеличим прибыль. Но мы не сможем долго скрывать такие суммы. Прибыль увеличится в 3-4 раза. Эрик отлично отмывал деньги, но я боюсь такими суммами. Он не справится. Ладно. Продолжайте пока по-старому отмывать прибыль от девчонок и салона красоты. Деньги, украденные в банке, пойдут на недвижимость. Ты подделаешь заявки на кредит. На купленную нами недвижимость отмоем деньги через ипотечные кредиты. Мне нравится. Эй, так же нельзя. Давай, Джонни, наваляй ему. Давай. Продолжай наступать. Хорошо. Вот так. Отличный удар. Разними их. Чему ты радуешься? Парень всего 2 недели тренируется. Удар передней рукой слабый. Ногами плохо работаешь. Иди тренируйся с грушей. Отец говорил, что ты вернулся, но я хотел своими глазами убедиться в этом. Что бы ты мне ни предложил, мне неинтересно. Просто зашел поздороваться. Предложить посидеть, как-нибудь вместе выпить. Я завязал, Джейсон. Предстоящий бой и ребенок. Вот все, что меня сейчас волнует. Я видел схватку в Вегасе. Тебе хорошенько досталось, да? Чего тебе надо, Джейсон? Ты зачем пришел? Мы с отцом хотим предложить тебе работу, если передумаешь время и место, указано на этой визитке. Никогда не забуду, как ты выручил меня в тюрьме. Что-то нужно? Звони. Итак, с кем мы идем сегодня? Будет только Эрик и мой отец. Как думаешь, Эрик когда-нибудь найдет девушку и остепенится? Надеюсь, нет. Он моя последняя надежда. Ты готова? Готова. Хорошо провести время. Тебе же нравится эта песня? Ты же знаешь, что нравится. Зачем спрашиваешь? Думаю, тебе надо пойти размяться. Пока мы будем обсуждать дела, я дам тебе то, что нужно. Будто ты знаешь, что мне нужно. Кажется, ты взбесил ее. Ничего, переживет. Дела идут отлично. Собираемся увеличивать денежный поток. Серьезно? Подтянешь дополнительную сумму? Не знаю, наверное. Что у тебя в планах? Недвижимость. Мы покупаем, продаем, получаем прибыль. Мы не проводим опись имущества, так как его нет. О какой именно недвижимости мы говорим, любой приносящий прибыль. Коммерческие, жилые, помещения, зоны, отдых, это не важно. Главное, чтобы можно было быстро перепродать. Перепродажи занимают от 30 до 60 дней, плюс проверка данных, оценка стоимости и так далее. Эрик, мы давно работаем вместе. Я знаю, что ты любишь жить на широкую ногу, правильно? Да. Просто скажи, сколько? У меня большие запросы. Поможешь нам, будешь получать 100 тысяч дополнительно каждый месяц. Продолжай. Джейсон – дипломированный специалист по недвижимости. Он займется документами, ты заключением сделок. Справишься? Считаешь, что получил свой первый аванс? Конечно. Я справлюсь. Господа, выпьем за это. Мне надо отлучиться. Мы его уломали, Лер? Все, пока. Вы закончили? Почти. Да. Нужно обсудить еще кое-какие детали. Все еще злишься? Не представляешь, как. Сейчас вернусь. Хорошо. Не знаю, как ты, а я потею, как свинья от жары и алкоголя. Понимаю. Та же беда. Привет, Колеб. Как жизнь? Хорошо. Ты к маме пришел? Нет, я пришел к тебе. Ты знаешь, кто я? Нет. Мама говорила, что мой папа умер. Мама говорила, что мой папа умер. Умер? Сказала, что он умер от рака, когда мне было два года. Что ж. Калеб, почему дверь открыта? Калеб, почему дверь открыта? Это еще кто? Отец Калеба. А ты кто? Джей, тут какой-то парень говорит, что он твой бывший. Откуда ты говоришь, приехал? А я и не говорил. Джонни, мать его, Томпсон. Черт возьми. Знаешь, не думала, что ты когда-нибудь объявишься после прошлого боя? Блин, я узнал. Но тебе же живого места не оставили. Почему бы тебе не зайти обратно в дом? Я хочу поговорить с Женнифер наедине. Какого черта ты вообще пришел? Пришел видеться с сыном. Мам, ты же говорила, что папа... Калеб, иди в дом. Но... В дом, я сказала! У меня есть право с ним видеться. Нет. Не имеешь. Ты потерял это право давным-давно. Когда ты в последний раз виделся с сыном? Наверное, лет шесть или семь назад? Мистер Крутой Боец, который слишком хорош для родного сына и жены. А что насчет элементов? О них тоже забыл. Как удобно. Послушай, прости меня за все. Тогда я был в другом состоянии. Но я хочу загладить свою вину. Нет, Женни. Слишком поздно. Думаю, самое время сваливать. А по-моему, самое время, чтобы ты заткнулся и зашел в дом. Несой нос куда не надо. Иди. Черт. Знаешь что? У меня есть постановление суда о том, что Калеб мой. Если ты еще раз появишься здесь, я вызову полицию, ясно? А теперь уходи. Я сказала, проваливай. Долбанный кусок дерьма. Стартовая цена. Два с половиной миллиона. Посмотрим, есть ли кто. Привет, вы пришли в дом посмотреть? Именно. Хорошо, проходите. Как поживаете? Джейсон, приятно познакомиться. Красивое место. Надеюсь, вам недолго пришлось ждать. Ты много задолжал нам, Джонни. В следующий раз, когда будешь делать ставки на самого себя, убедись, что сможешь выиграть бой. Что ж, по поводу прошлого боя, сам не знаю, как так вышло. Я скажу тебе, как говнюк. Ты дал никому неизвестному, 22-летнему парню с улицы, навалять тебя. Странно, что он так быстро свалил тебя с ног. Я осмотрел твои бои, потому и согласился дать денег. В общем, я крайне разочарован твоим выступлением. Ты знал, что я был боксером, Джонни? Поэтому сейчас я занимаюсь вот этим всем. У меня до сих пор рабочие руки, поэтому я решила, почему бы не зарабатывать. Договор-то был простой. Мы занимаем тебе деньги, просчитываем возможные потери, а ты выигрываешь бой. С твоими заслугами это должно быть проще простого. Я начинаю подозревать, что ты ввел двойную игру. Может, ты сделал еще одну ставку, покрупнее, на свой проигрыш. Итак, ты уехал из Вегаса. Приехал. Живешь здесь, в этой дыре, в этом мерзком городишке. И очевидно, что у тебя нет никаких денег. Получается, ты просто, как бы это сказать, не справляешься. Проблема в том, что я занял тебе 150 тысяч. Что было слишком щедро в твоем случае. В общем, теперь ты должен мне миллион. Я скоро буду участвовать в новом бою. Выплачу все, что должен. Возвращая долг и комиссионные, считай, что мы в расчете. Не все так просто, Джонни. Часть проигранных денег принадлежала людям, с которыми я боюсь иметь дело. Так что я теперь тоже должник. Давайте, ребята, давайте. Ты, наверное, думаешь. Причем тут рабочие руки и должность букмекера. Завязывай с этой хренью, Джо. Давай ближе к делу. Боль тебя не страшит, да, Джонни? Но есть кое-что, способное напугать тебя. Если после боя ты не принесешь мне миллион долларов, мы заберем твоего сына, и я отработаю на нем свое мастерство. Должен сказать тебе, я не очень хорошо управляюсь с детьми. Только представь, чем все может кончиться. Довольно. Он же выиграет в следующем бою, правда? Ну да, конечно. Ах, да. Пока вспомнил. Положи в свой бумажник. Помнишь, каково тебе было потерять отца? Это ничто в сравнении с болью, которую ты испытаешь, если потеряешь сына. Рэйчел? Джонни? Что ты здесь делаешь? Пришел встретиться со старыми друзьями. Я имела в виду дома, в городе. Ты в гости приехал? Нет. Вот и наш парень заигрывает с официанткой. Тренируешься? Да. И надолго? Вообще-то сам пока не знаю. Давно не виделись? Да. Рада встрече. Я тоже рад. Зайди ко мне перед уходом. Ладно. Джонни Томпсон. Не успел приехать, а уже заигрывает с рыжеволосой. Сколько лет, сколько зим. Рад тебя видеть, Джонни. Я тоже. Присаживайся. Давай сразу к делу. У нас много разной работы накопилось. Нужен человек с твоими способностями, чтобы с ней справиться. О каких способностях мы говорим? Речь идет о вооруженном ограблении. Банк. Мне нужен напарник. Если согласишься, твоя доля 15% без налога. Когда начинаем? Встретишься с водителем на этом месте. Ты не зашел перед уходом. Прости. Сейчас такой бардак в голове. Моя смена окончена. Может, выпьем кофе? Да, конечно. Я за рулем. Итак, что же заставило тебя вернуться? Хочу забрать сына к себе. Отбывший. Моя экс. И как ты планируешь это сделать? Деньги. Они ведь все решают, не так ли? Знаешь, я скучала по тебе. Знаю, у нас не все было гладко, но ты просто исчез. Даже не попрощался. Видела последний бой? Да, смотрела. Знаешь, что самое забавное? Мне понадобилось пять лет за решеткой, чтобы отработать навыки, необходимые для профессиональной борьбы. Хотя я с детства дрался, как и все. Но все это было несерьезно. Ладно. Поехали ко мне. Хочу тебе кое-что показать. Что? Поехали, увидишь. Вот, налей пока что вина. Я сейчас вернусь. С taxi. Поехали. Куда ты смотришь? Да, так. Присаживайся. Я сделала это для тебя, но ты уехала, и я не успела отдать. Как ты это сделала? Я же фотограф. Это несложно. Да, но все фото моего отца, где ты их достала? К связи. У меня есть знакомая, Джонни. Тебе нравится? Потрясающе. Огромное тебе спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так откуда ты знаешь этого парня? Он с отцом держит автомастерскую. Он уже работал на нас раньше. Он отличный водитель. Доверяешь ему? Доверил бы свою жизнь. Брэндон, хочу познакомить тебя с напарником Джонни. Очень приятно. Видел тебя по телеку. У тебя кишка не тонка. Выходить на ринг с этим зверем? Люблю пощекотать нервы. Ты любишь схватки? А я люблю погони. Думаю, мы отлично поладим. Ну что, вы готовы? Поехали. Отойдите на обочину оттуда. Все хорошо видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Такой у нас водитель. Пойдем. Вот наш банк. Они открываются в 9 утра. Мы заходим в 9.30. Брэндон угонит машину. Мы подъедем ко входу. Я иду первый. Ровно через 30 секунд заходишь ты. Я буду следить за посетителями. Ты возьмешь охранника и направишься к сейфу. Вот почему нужно уложиться в 3 минуты. Нам нужны деньги из сейфа. Если кто-то будет мешать, устрани их. Без проблем. Хорошо. Еще вина? Угу. За нас. Я тут подумал, когда работы будет поменьше, надо уехать из города, из страны. И ты уже придумал куда? В экзотическое и жаркое место. Эрик. Джейсон. Как поживаешь? Хорошо. Проверяю обстановку. Ты здесь один? Нет. Вместе с приятелем из Вегаса. Почему бы вам к нам не присоединиться? Отличная мысль. Джо, подойди сюда. Это мой приятель Джейсон. Джейсон – это Джо и его жена. Очень приятно познакомиться. Эрик сказал, вы из Вегаса. Чем занимаетесь в городе? Я инвестор. А вы чем занимаетесь? Мы с отцом держим салон красоты. Еще немного занимаюсь недвижимостью. Кажется, ты первый белокожий парень, которого есть салон красоты. Очень любопытно. А что с недвижимостью? Продаешь или покупаешь? И то, и другое. О! Ну, у меня есть недвижимость в Вегасе. Если тебе интересно, то позвони мне. Надолго вы в городе, Джо? Две недели. Может, меньше. Мне нравится твой костюм. Очень тебе идет. Спасибо. Мне нужно в дамскую комнату. Я скоро вернусь. Никуда не уходи. У тебя очень красивая жена. Не дает мне расслабиться. Ой. Прошу прощения, джентльмены. Мне нужно позвонить. Куда ты смотришь? Думаю, ты понимаешь. Позвони мне, когда будешь готова увидеться. Знаешь, я подумал, что в прошлый раз просто напился. Так и было. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...